Григорий Журавлёв от рождения был лишён рук и ног. Он писал иконы и рисовал картины, держа кисть в зубах. Будущий иконописец родился в селе Утёвка Нефтегорского района Самарской области в крестьянской семье. Живописец участвовал в строительстве украшений и росписи подкупольного пространства храма Святой Троицы в Утёвке, который сейчас восстанавливается. Выставка легендарного иконописца уроженца Самарской губернии открылась в Москве, в Центральном музее Древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. Я думаю, что она будет востребована для широкой публики и, мне кажется, даже больше нисколько, конечно, и творчество, это удивительные иконы, но вот мне кажется, что больше потрясает человека именно вот эта вот сила духовная, да, внутренняя. Выставка проходит в рамках празднования знаковой даты – 170-летия Самарской губернии и в год 105-летия со дня смерти иконописца. Здесь собраны работы Григория Журавлёва и его учеников. Экспозицию открыл губернатор 63-го региона, руководитель комиссии Госсовета по культуре Дмитрий Азаров. Невозможно без трепета и волнения говорить о творчестве этого человека, который, преодолевая недуг, явил миру, красоту человеческого духа, подвиг веры, промысел Божий. Разве не чудо то, что творения нашего великого земляка дошли до наших времен сквозь бурю 20-го века? Разве не чудо, что сегодня здесь, в Москве, проходит выставка, которая объединяет творчество, все дошедшее до нас творчество Григория Журавлёва? В Москве выставка продлится до 27 апреля, но с ее экспозицией смогут ознакомиться не только жители и гости столицы. С 11 июня до 30 ноября ее представят в Самарском музее Алабина. В рамках выставки будут транслировать фильм о творчестве и жизни художника. Мэри Елчан, События.